Мне очень приятно представить психоаналитика. Приглашаем его. Оля, да, здрасте. Здрасте. Вам где удобно? Пожалуйста. Так, Оля, вы этими лудо-людо-манами занимаетесь профессионально? Да, конечно. Расскажите нам, что это за тип людей и сколько их среди нас? Вы знаете, я хотела прежде всего, конечно, выразить соболезнование семье, которая потеряла детей. И хотела сказать, что... Вы имеете в виду погибших? Да, погибших. И хотела сказать, что, конечно, очень важно искать виновных. Но нам, наверное, здесь нет смысла стыдить и искать виновных, потому что надо точно понять, с чем мы имеем дело. Это болезнь. И нам надо видеть это в лицо, иначе и представители власти будут чувствовать себя точно так же беспомощными, если не будут понимать, что это. Возможно, вы удивитесь, но каждый из нас подвержен очень высокому риску стать любым зависимым, да, человеком, в том числе игроманом. А как же анонимные игроки? Я во власти азарта, который сильнее менял. Да, знакомое чувство. И эта вероятность составляет 48%. Вот, вот цифра, которую мы либо встанем, либо нет. Вы хотите сказать, что почти половина из нас может стать игроманами? Да, и не только нашей отстало-экономически развитой страны, но и любой экономически развитой страны, да, в том числе США или Европа, это не имеет отношения к экономике. Это имеет отношения к психике человека, к тому, как она формировалась, психика человека. И она формировалась от глубочайшей зависимости до относительной независимости. Прошу прощения, представлюсь. Морозко, Оги Морозо. Играл всю свою жизнь. Когда-то владел тремя ресторанами в Нью-Йорке, и все проиграл. Брулет. Затем обратился в общество анонимных игроков и узнал, что это болезнь. Счастье, там меня истинят. Приведите нам, например, актеров, либо политиков, либо еще кого-то. Я, например, знаю одного очень известного человека. В украинском правительстве он работал, депутатом был и так далее, и тому подобное. Слюни текут, глаза на лбу, миллионы летят. Миллионы, кстати, наши с вами. Вот чем отличаются украинские людоманы большие. Там у американцев свои, а у нас народные. Расскажите, кого вы знаете из... Моя профессия конфиденциальная абсолютно. Не, вы можете великих... Да, поэтому я не могу говорить о... Моя еще более конфиденциальная. Если говорить об известных людях, Иван Крылов, баснописец. Он очень страдал, был модный игрок. Обжорствовал и игрок. Вот, в деле, очень интересный момент. Дело в том, что на самом деле, почему это болезнь? Это болезнь, которая не лечится. Излечиться, да, в кавычках, можно сменив одну зависимость на другую. Это общеизвестный факт и такой терапевтический подход, переориентация. Игрок потенциальный? А потенциальный убийца... Потенциальный убийца игрок, да, вы спросили? Смотрите, игрок человек, которому сложно управлять уже своими страстями. Ну, а мы, люди, мы потенциальные убийцы, да? Да. Такой риторический вопрос. А, кстати, вопрос, люди потенциальные убийцы или нет? Культура заставляет нас соблюдать запреты. Есть профилактика. Так, вопрос такой. Из обращений сколько людей обращается к вам в клинику? Допустим, месяц. Вы знаете, сами игроки очень редко обращаются. Обращаются в основном в семьи. Мужчины и женщины какое разное? Мужчины чаще. Жены приходят и говорят о мужчинах. Но это то, с чем сталкиваюсь. Можно я отвечу на вопрос? Да, можно, конечно. Да, коллеги, вот как раз в продолжении того, что вы говорите, ведь и наркоман, и алкоголик, и негроман, это обращение с каким-то сверхценным объектом в психике человека. Это очень сложно для простого человека. Это что-то... Тихо, тихо, тихо. Это, знаете, как вложить деньги во что-то одно, и тебе не хватит их больше на другое. И вот вся энергия жизненная, она сосредоточена на этом объекте, ну вот в частности, да, игра. Итак. Поэтому как мы можем оценить, кто из них опасен? Когда отбирают... Опасен любой. Да. Но, нет, нет, я думаю, что Эдуард очень четко задал вопрос, потому что мы можем недооценивать агрессивность игроманов. Нам кажется, наркоманы украли, наркоманы убили. Нормально. Составили наркотики. Алкоголик зарубил топором жену. А вот может ли игроман, у которого жена спрятала, извините, деньги, вот я игроман пришел, говорю, где мои 200 рублей? Вот смотрите, это зависит от банки. Страданием близких, то они его могут привести. Но у него ведь может быть и такая фаза, когда уже ничего не нужно, у него начинаются эмоциональные возбуждения, а он уже готов прервать воздержание от игры, и тогда его уже ничто не остановит. Как психотерапевт с радикальной позицией, вот Олес, который занимается, сломаем чертовой матери аппараты, вы согласны или нет? Вы знаете, ну это все равно, что вот закрывать казино или нет, что-то делать надо. Но если государство не делает, вот... Да, я вот как раз бы, может быть, призвала в нашем государстве сместить на семью фокус и понимать, что нужно делать все самим. Это вопрос досуга с самого детства, ваших же детей. Если бы вот вы говорили, да, где-то стоит казино возле вашего дома, если бы там была спортсекция, да, вот такая банальная истина, да, если бы было чем заниматься людям, они бы, наверное, им не подбрасывали, вот я уже говорила, начиная с семьи, если запрещать, то что-то предлагать взамен, это обязательно. Действительно, если кому-то нужно, человек все-таки вправе, да, сам решать, как ему распорядиться своей жизнью, у него должно быть это место.